В эфире новости на девятом канале в студии Анны Семенова. Здравствуйте! Владимир Путин провел сегодня совещание с главами Белгородской, Курской и Брянской областей. Обсудили эвакуацию из переграничных районов, вопросы выплат и ущерба. Предварительный ущерб сельскому хозяйству Белгородчина оценили в 3 миллиарда рублей, ущерб бизнесу – 1 миллиард. Губернатор Гладко доложил президенту, что в региональных ПВР находятся 3000 человек, в лагерях 6171 ребенок. Ситуация в регионе остается сложной – 35 населенных пунктов закрыты. Ежедневно ВСУ проводит 3-5 атак на территорию нашей области. Чтобы поддержать мирное население, пострадавшее от обстрелов, работает программа списания ипотеки по разрушенному жилью. В 113 школах региона с 1 сентября ведут дистанционное обучение. Для защиты детей строят укрытия рядом с детскими площадками. Там, где нет подвалов, формируют зоны, в которых можно спрятаться от осколков. Администрация региона направила правительству заявку на выделение средств на выплаты по 15 тысяч рублей – 150 тысяч. Также Вячеслав Гладков попросил президента России рассмотреть возможность федерального финансирования отрядов территориальной обороны, поддержку малого и среднего предпринимательства, выделение средств на прокладку оптоволокна в приграничье, организации очного обучения детей с приграничных территорий в безопасных регионах страны, формирование резервы генераторов мобильных котельных. Владимир Путин поручил правительству страны детально проработать все вопросы и предложения, обозначенные губернатором Белгородской области. Сейчас информация о новых атаках ВСУ на Белгородчину. Минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног получила во время сегодняшнего обстрела Шебекина мирная жительница. Там же пострадал мужчина, их обоих госпитализировали. В семи частных домах выбиты окна, посечены фасады и кровля. В одном из коттеджей загорелась крыша. Повреждены также гараж и три автомобиля. А 64-летний житель поселка Октябрьский Белгородского района сегодня лишился кисти руки. Мужчина обнаружил в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы затем сдать в металлолом. Снаряд сдетонировал у него в руках. Сегодня в России отмечается день одного из главных символов страны – государственного флага. История нашего триколора насчитывает уже более 300 лет. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят на русском военном корабле «Орел» в 1668 году. Государственным символом флаг стал при Петре Первом. В новую историю нашей страны трехцветный российский флаг вернулся 33 года назад. Массовых праздниц по случаю дня флага в регионе нет, так как на территории действуют режимы ЧС и КТО. Около 20 тысяч староскольцев остались без холодной и горячей воды из-за крупной аварии на магистральном водопроводе. Еще 60 тысяч человек, по словам властей, ощутили заметное снижение давления в трубах. Для жителей юго-западной центральной части города, улиц Хмелева, Пряченко, Мира, Слободы-Пушкарской, районов стройучастка и ЖД вокзала к вечеру среды организовали подвоз питьевой и технической воды. А специалисты Водоканала уже вторые сутки устраняют последствия масштабного ЧП. Подробности в нашем репортаже. Я еще прям здесь буду мыться. С ведрами, бутылками и канистрами молодежь и пенсионеры поодиночке и целыми семьями староскольцы шли за водой. Работаю на Лебединском ГОКе. Вот приехал сегодня с дневной смены вечером. Воды получается нету. Супруга позвонила, быстро сориентировались, узнали по соцсетям, где подвоз воды. Сразу собрались. Бутылочки все, приехали набрать воды, потому что как бы и дети маленькие нужны и покупать, и покушать. Шесть бутылок по пять литров уже второй раз взяли. Ну и просто еще неизвестно, сколько будет отсутствовать вода. Ну дьем она ушла потихоньку. Мы не думали, что ее вообще не будет. А потом никто не объявлял ничего. Если бы ее объявили, мы бы что-то заготовили воды. А мы нам-то ничего не объявили. Вот и теперь носим. Пенсионеры с больными ножами не хожу. Хватит ведра? Нет, конечно, но я же больше не унесу. Вот эта машина. Вот эта машина приехала в Оскол из Короче. На помощь нашему округу пришли другие муниципалитеты и водовозы предприятий. На улице Ленина четыре куба питьевой воды разобрали за четыре часа. Вода закончилась. Девять часов вечера. Как быть дальше? Где ее набирать еще? На Октябрьской улице. На Октябрьской улице. Ага. Можно еще на Новый город сходить. Вообще смех. Издевательство на бедную. Вскоре водовоз вернулся с новой партией питьевой воды. Возле ЦМИ дежурная машина МЧС с технической жидкостью. И здесь тоже полно желающих запастись ценным ресурсом. У меня там была канистра воды. И вот сейчас закончилась. Пришлось идти. Ну так, чтобы воспользоваться. Помыть там посуду или еще что-нибудь. Хватит, пока хватит. А там посмотрим. С природы приехали. Дома воды нет. Получается, ни объявлений, ничего не было. Ну, с предупреждения отключили. Я просто съездила такой воды, купила обычную, чтобы попить. А это хоть обмыться с природы, потому что все вся грязная. Несмотря на чудный летний вечер и красивый фонтан, наслаждаться людям было некогда. Быстро набрав воды, уступали место следующему. А мы отсюда отправились в другое место, где минувшей ночью тоже фонтанировала. В районе улицы Шолохова развернулись масштабные аварийно-восстановительные работы. Прежде чем приступить к ним, пришлось вырубить заросли кустарников и засыпать песком заболоченную почву, чтобы не увязла тяжелая техника. Работы много. Предстояло опустошить 11 километров магистральной трубы диаметром 800 миллиметров. Откроем все задвечки, что мы знаем, гидранка. Произвести завтра демонтаж, монтаж старой задвечки. Многие судьи доставили из Белгорода, из Белгорода, из Белгорода водоканала. Ну, для этого нужно все просто люди и время. Людьми помогли из областного водоканала. Помимо специалистов, в Старый Оскол днем прибыл исполняющий обязанности генерального директора организации Андрей Колесников. Он рассказал, что снижение подачи воды в резервуары водоканали заметили еще 19 августа. Но место порыва на подземном водоводе удалось обнаружить только спустя два дня. Много воды утекло с тех пор. Поэтому новый затвор изделия штучный и дорогостоящий установить сразу было нельзя. Сперва нужно наполнить водой опустошенные из-за аварии резервуары насосной станции «Горняшка», чтобы избежать завоздушивания трубопровода. На лопнувшую задвижку установили муфту, временно вернув трубе герметичность. То, что объем воды в резервуарах уже на минимально возможной отметке, мы, если начинать менять затвор сейчас, мы можем допустить завоздушивание системы. И, соответственно, вода может пропасть на длительный срок, что недопустимо. К вечеру вместо аварии МЧС установила мощный световой столб. Работы не прекращались всю ночь. Перерыв разве что на чае-бутерброды, организованный для сотрудников водоканала администрации округа. Точных сроков полного восстановления водоснабжения никто не называет. Ветхие сети могут подвести вновь в самый неожиданный момент. Основная предварительная причина нынешней аварии – также многолетний износ деталей. По технологическим срокам специалисты сейчас планируют провести работы по установке новой задвижки в течение 6-8 часов. После этого будет проверка на герметичность всех швов. Далее начнется заполнение системы водовода, который идет к городским резервуарам. Пополнять будем всю ночь. И после пополнения резервуаров, после этой процедуры, будет идти заполнение непосредственно системы и подача в многоквартирные жилые дома и в частности. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Тяжелее всего пришлось в микрорайон Юность. Помимо семи жилых домов, полностью без всякой воды здесь остались еще 57-й садик и 21-я школа. Если в школе учебный год еще не начался и отсутствие воды проходит безболезненно, то в детском саду пришлось организовывать дежурные группы. Запасы воды подвезли еще вчера. Для жителей многоэтажек припарковали цистерну в районе дома номер 4. Но об этом местные узнали не сразу. Много цветов, много налито бутылок с водой для полива цветов. Вот этой водой спасались и покупали ее в шусталь Белогорье, а в питьевую воду. А когда узнали, что здесь вода была? Только что. Видела Юность 4 и сразу побежали. Мы на высоких этажах живем, она у нас уже в 4 часа не была. А на этом, как бы, второй этаж, там первый, 8 закончилось. Вчера брала, я вчера в магазине купила две пляжки, потом это, вода Белогорье еще тоже набрала. В зону отключения либо снижения давления воды помимо жилых домов, многоэтажек и в частном секторе попали 36 объектов образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты. Для оперативного реагирования по городу сформировали три штаба по обеспечению страцкольцев питьевой и технической водой. Один из них возглавила замглавы по соцразвитию Наталья Азизова. В 14-й школе в микрорайоне приборостроители открыли кухню, чтобы родители маленьких детей могли в случае необходимости приготовить здесь еду. Для маломобильных групп населения организовали подвоз воды на дом. По линии соцзащиты проработала всех людей, которые у них на обслуживании, и все работники социальной защиты, которые обслуживают этих граждан, они еще вчера обеспечили их водой. Плюс к этому мы взяли списки конкретно адресов там микрорайонной юности, улиц, где у нас на сегодня нет воды, и мы обзвонили всех людей с инвалидностью и маломобильных. И поэтому мы предлагаем, если есть такая необходимость, предлагаем принести воду. В помощь жителям, которые остались без воды – бригады волонтеров. 20 человек работают на развозе и 14 дежурят около цистерн. Мы помогаем маломобильным гражданам, также бабушкам, дедушкам, может, детям, которым очень трудно ходить, или они не могут самостоятельно добраться до пункта выдачи воды, мы можем взять, помочь, донести до дома. Также выдаем воду, которую мы сами привезли, тоже помогаем всеми силами. По всем вопросам, связанным с обеспечением населения водой, работает горячая телефонная линия. Позвонить можно по номеру 24-53-28. Елизавета Очкасова, Александр Савин, 9 канал. Тараканы атакуют квартиры жителей 17-го дома в микрорайоне Парково. Рыжие незваные гости появились здесь еще в начале лета. Сами староскульцы связывают нашествие насекомых с мусорной катастрофой. Справляться приходится своими силами. Люди рассыпают отраву в подъездах и квартирах. Жильцами этого и соседних домов пообщалась Анастасия Проурзина. В жилье тараканы проникают через балконы, окна, сетки и вентиляцию. Даже при свете дня насекомые шустро ползают по фасаду дома. И большие, и еще маленькие особи забираются на водоотливы и забегают в открытые окна. Проблема появилась, наверное, с начала лета. Они прямо вот толпами буквально тараканы пошли. Плюс еще вот усугубилось это в связи с положением, так как мусор не вывозят. Естественно, даже если и травим, ну, каждый по отдельности по квартирам, оно не приносит успех. Даже если травят, допустим, с подвала наши службы. К нам и через балконы они лезут, и через какие-то щели. В общем, у меня тоже все везде дома засыпано, посыпано. Несмотря на то, что собакой вот это вот без конца моешь, убираешь, сыпешь. Ночью бывает просыпаешься, например, ну, два-три ты видишь таракана. Подъезды в 17-м доме чистые, этажи украшены искусственными цветами. На стенах лес и березки, которые появились здесь после ремонта. За полисадниками возле дома ухаживают местные активистки. Друг друга соседи знают хорошо и уверены точно – жильцы в нашествии насекомых не виноваты. Если бы они, допустим, соседние чистоплотные, они бы у нас периодически появлялись, правильно? А то они у нас вроде уже и как бы пропали, эти тараканы, все. А тут вот я говорю, вот лето началось, когда вот именно вот эта жара. И это как бы и с мусорками совпало все. Соседи все приличные как бы живут. У нас даже как бы, даже вот два полисадника тоже, они у нас самые идеальные на все два дома. Нет, у нас соседи все достаточно аккуратные, чистые очень. Тем более пожилые люди живут, но они стараются как-то за порядком следить. У Каопарковой закупила средства для борьбы с незваными гостями и раздала жильцам. А траву они рассыпают самостоятельно – по периметру и внутри подъездов. В квартирах тоже регулярно проводят дезинфекцию. Но меньше тараканов не становится. Проблему староскольца связывают с постоянно переполненными мусорными баками, которые не вывозят неделями. А как мы боремся? Пишем на сайт губернатора, чтобы убрали этот цепь, убрали мусор. Ну, они через две недели приезжают, полторы-две недели приезжают. Полная мусорка, вонь, вообще невыносимо. Вечером, когда ветер утихает, так вообще невыносимо возле подъезда находиться. И в окна тоже весь этот запах, который с этой стороны окна. В соседнем 18-м доме та же история. По вечерам полчища тараканов с мусорки бежит в подвал и подъезды дома. Они бегом бегут от мусорки, вот отсюда, вон там мусорка. Они прямо сюда в дома. Идёшь по тротуару, они, во, с цилиндриками с этими. Только у подъезда заходишь и смотри, чтобы не запустить собаку туда. И уж запустишь, дверь квартиру открываешь, она туда забежит. Пока проблема с вывозом мусора в округе не решена, рыжие постояльцы покидать новые дома не планируют. А травы – лишь временное спасение. Пока съёмочная группа 9-го канала общалась с жителями 17-го и 18-го домов, к нам обратились жильцы соседних многоэтажек. Тараканы мучают и их. Анастасия Проурзин, Александр Савин, Илья Самсонов, 9-й канал. На этом у нас всё. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семёнов, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9-м канале. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены.